МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может, просто водитель грейдера очень любит снег? Ну, не настолько сильно, как коммунальщики из Ростова-на-Дону. Не ешь снег? Это не мороженое. Кто-нибудь попрыгал? Службы настолько бережно относятся к снегу, что даже не стали его убирать с аттракционов, когда решили покрасить ржавые металлические конструкции. Ладно, и так сойдет. Детские площадки в Ростове скорее похожи на объект современного искусства. Экспрессия, насыщенность. Это автор просто депутата Госдумы послушал. Всю жизнь мечтал стать художником, но можно и маляром. Хозяин, может быть, этот калор, а? Так что детская площадка – это арт-объект. Ну, или место преступления на худой конец. Поиграет милая девочка на такой и вернется домой другим человеком. А еще недавно выяснилось, что у играющих на детских площадках детей в Арктике есть особое название. Эй, господа сосульки! А еще, похоже, именно так скоро будут называть должников за коммуналку в Иркутске. Там для них коммунальщики установили специальный уличный туалет, как тонкий намек на отключение воды. Эй, господа сосульки! Кстати, о коммунальных проблемах. По кочкам, по кочкам, по маленьким мосточкам, ямгу, бууу! В Новокузнецке суд признал виновным кота в затоплении магазина детских игрушек. Кота! Ночью домашний питомец открыл кран и водой залило магазин этажом ниже. И все это пока хозяева спали. В целом, животные в России наконец-то перестали скрывать свою сообразительность. Дверь, зайди в будку. Дверь закрывай. Все рекорды побил голубь из Омска. Голубь сломал плечевую кость, сам поставил себе диагноз, сам пришел и постучал в ветеринарную клинику. Врачам ничего не оставалось, как вылечить бедолагу. Тем временем северянам обычные питомцы перестали быть интересны. Даже медведи уже никого не удивляют. Типичный вечер северянина. Сделал халично посмотреть в окно, подумать о зимней стуже, пообнимать медведя. Все закономерно. Одиноких мужчин согревают одинокие медведи, женатых гадюки. А невезучим не везет. Это вообще, это вот я не знаю как. Свинья на шею. Ну все, все, куда ты упадешь сейчас? Держись там. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok